Всем привет! Вы на канале Any Nails. В предыдущем ролике я показывала, как рисую принцессу Бубырку из мультика Время Приключений. Если вы еще не посмотрели этот ролик, обязательно посмотрите. И в этом видео мы будем рисовать принцессу Бубыльгун, так что давайте приступим. Итак, подготавливаем форму, делим ноготок на 4 равные части по горизонтали и по вертикали, как делали это в первом видео. И берем планшет, берем гель-краску от InGarden у меня и кисть Эми 05. Делим так же рисунок на 4 части и напополам для ноготочек, чтобы было понятно, где что находится. В данном случае мы сейчас рисуем принцессу Бубыльгун. И уже с этой схемы будет понятно, как и где рисовать элементы рисунка. Сейчас мы перерисовываем это все на ноготочек. Я начну срисовывать принцессу Бубыльгун с головы. Сейчас я схематично посмотрю, где находится голова, в какой части и приставлю точки. Это будет снизу во второй части, в первой части и где заканчивается голова. Далее остается привести только линии и челку. Сейчас я проставлю цифры, чтобы было более понятно, какая где часть. Первая, вторая, третья и четвертая. Итак, смотрим, где находится верхушка головы. Она находится в третьей части, близко к четвертой. Проставляем схематичные точки, чтобы понимать, откуда начинается. И проводим уже линии. Сейчас мы начинаем рисовать корону. Мы просто делаем дугу. Вторую дугу. И уже потом мы рисуем вверх корону. И на конце там идет камушек или кристалл. И получается, что оно находится все в четвертой части. Где-то посередине. Далее мы уже рисуем глаза, ротик. И остается нарисовать ручки, которые она положила на щечки. Самое главное, рукой не заслонить шею, чтобы было понятно, где находится ее шея. Вот и все готово. Теперь можно обводить маркером и уже исправить то, что нам не нравится, что-то дорисовать. Все готово. Давай. Давай. Продолжение следует... Не забываем стереть то, что у нас уже нарисовано на планшете. Все, можно уже приступать к отрисовке на типсе, либо на ноготках. Перед глазами должен лежать схематичный рисунок. Берем типсу, берем жидкость для обезжиривания ногтевой пластины и безворстовые салфетки. Далее все те же кисти рублев 10-0. И рублев одни ручку. Одни ручка это колонок, 10-0 это с синтетиком. Также нам понадобится механический карандаш. Он будет тоненько отрисовывать на типсе, что будет очень удобно. И палитру стеклянную. Берем 309 номер. Это у нас будет фон. Далее Нелл Репаблик 319 номер. Это будет голова принцессы Пупырки. Далее беру 318 номер от Алена Каприз. Это будет алмазик на короне. Его нужно совсем чуть-чуть. Столько будет достаточно. Далее беру Дэнс Легенд. Вот такой розовый цвет. Это будет для волос. Все цвета пигментированы. Они будут отлично ложиться на один слой. И не будут просвечивать. И беру Нелл Пэшн. Это будет для ее платья. 9201 номер. Тоже совсем чуть-чуть. И беру Икс Гелли Ингарден 036. Желтый цвет. Для короны. Ну и по цветам получается все. Берем топ. Берем топ матовый. И нам понадобится еще черная гель-краска. У меня багира. Очень хорошая гель-краска. Для прорисовки. Ну и все. Протираем типсу безворсовой салфеткой с моченого обезжиривателя. Чтобы убрать всю пыль. С типсом. И когда у нас есть неровный край типса, мы всегда можем подпилить его белочкой. Не оставляйте никаких зазубринок на типсе. Так будет красиво смотреться. Ничего мешать не будет. Теперь она готова к покрытию. Берем 309 номер Nell Republic. Вообще можно любой фон использовать. Просто мне этот очень понравился. Наносим его на типсу. Будем наносить его в два слоя. Теперь видно. Продолжение следует... После того, как мы просушили фон полностью, мы протираем его безворстовой салфеткой, дополнительно проверяем просох ли фон и после того, как мы протерли полностью, мы уже переносим наш рисунок на ноготок при помощи карандаша. Также делим ноготок на четыре части по горизонтали и по вертикали и отмечаем все как по схеме, также начиная с головы намечаем точки, проводим линии. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как мы уже все разметили карандашом, мы подготавливаем цвета и кисть колонок 01 и заполняем голову. Заполняем ее вот таким вот нежно-фиолетовым цветом. После того, как мы уже заполним полностью голову, мы отправляем сушиться. После того, как наша голова просохла, мы отрисовываем волосы и рисуем прям поверх. Корону мы нарисуем уже позже, сверху на волосах. Так что мы можем полностью заполнять этим цветом. Не забываем заполнять плотно. Для того, чтобы у нас не было никаких полос или проплешин, нужно чтобы цвет был везде однородный. Поэтому мы и выбираем такие гирлаки, которые будут плотные. И когда мы сушим в лампе, мы тоже просушиваем длительное время, чтобы это хорошо просохло и не скукожилось в лампе. Мы уже закончили волосы и отправляем в лампу. Далее, после того, как мы тщательно просушили, набираем вот такой яркий розовый цвет. Это у нас будет платье. Отправляем сушиться в лампе. Далее мы рисуем корону. Нам нужно немного желтого цвета. И мы будем рисовать вот такую дугу. Примерно понимаем, где находится корона. Если линия получилась не совсем ровная, мы можем подтереть кистью. Полностью нужно убрать с нее цвет и намочить ее в обезжиривателе. И подтереть лишнее осторожненько. Если у нас какой-то лишний объем, все это легко убрать. Дорисовываем корону и отправляем сушиться. После того, как она просохла, мы сейчас добавим алмазик сверху короны. Просто делаем небольшую горошину, такую в виде овала и тоже сушим. После того, как она просохла, мы уже отрисовываем ее ручки. Отправляем все сушиться. И пока у нас сушится типса, мы подготавливаем черную гель-краску. У меня это Багира Нейлс. Мы вот так на краешек палитры выставляем черный цвет попкой кисточки, чтобы не портить ворс кисточки. Я беру 10-0 рублев. Это синтетика. И наполняю кисть краской. Перед тем, как мы будем рисовать, я безворсовой салфеткой, смоченной в обезжиривателе, протираю типсу. И теперь мы можем рисовать. Нотцем я расставляю ей глазки. Так удобнее сделать ровные кругляшки. И отправляю сушиться, чтобы уже не смазать глазки. Далее я наполняю кисть краской и начинаю отрисовывать ей ротик. Ротик будет в виде такой скобочки. Нужно ротик разместить почти прям между глазами. Очень близко к ним. Не забывайте просушивать каждый элемент. Глаза, ротик. Для того, чтобы если у тебя вдруг не получится какой-то элемент, чтобы было легче стереть и другие элементы, которые ты уже нарисовала, не стирались вместе с этим элементом. Сейчас я подтираю лишний объем, который мне не нравится. Мне бы хотелось, чтобы объем был примерно везде одинаковый. И дублирую еще раз линию, чтобы она получилась ровной. Далее отрисовываю шею. 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 нужно отрисовать потому что пальчики это очень маленькая кропотливая работа можно сначала отрисовать одну ручку просушить и уже потом рисовать вторую потому что поверьте стирать вы будете очень часто поэтому нужно себя предостеречь после того как мы отрисовали ручки мы уже рисуем контур головы ведем плавной линии не торопимся когда мы ведем плавно у нас получается красивая линия тонкая и кисть не отрывается никуда не забываем прорисовать между рук и суши далее мы отрисовываем уже контур короны тоже ведем плавную линию и все линии должны соединяться с друг другом подтираем немножечко выступающей части и можно даже просушить эту нижнюю часть и далее рисуем уже верхнюю часть короны после того как уже просушили эту линию часть короны мы продолжаем отрисовывать верхнюю часть короны где находится у нас алмазик нам нужно обвести еще и вокруг алмазик так как мы просушивали все этапы когда нам нужно уже потереть внутри те вот алмазик а мы уже с легкостью можем кистью убирать излишки не боясь что мы стерем контур самой короны после того как мы уже просушили всю обводку тщательно просушили весь рисунок мы уже покрываем тонким слоем топа с липкостью любого для того чтобы нам уже нанести после этого матовый топ и чтоб он не потянул за собой пигмент мы наносим вот этот топ не обязательно выравнивающим слоем после просушки этого топа мы наносим матовые топы тоже сушим вот и готовый результат нашего рисунка нужно тщательно просушить все этапы у меня матовый топ без липкости поэтому он сразу стал матовый вот такой у нас рисуночек получился вот и наша пупырка отлично вместе смотрится на этом все если тебе понравилось поставь лайк и подпишись на канал чтобы не пропустить следующее видео